Так выглядит производство известных сырков БЮ Александров. Изготавливаются они на предприятии Рост Агрокомплекс в Пушкинском. Для понимания масштабов в день здесь перерабатывается более 300 тонн молока. Посмотреть на процесс пришел председатель местного совета депутатов Артем Садула и его коллеги. Конечно же масштабы впечатляют. Масштабы эти выходят за территорию Российской Федерации. То есть эта продукция продается за территорией Российской Федерации. Очень наверное гордо, что есть такое предприятие на территории городского округа Пушкинский. Производственный цикл состоит из многих этапов. В сутки здесь изготавливается до миллиона сырков. Также предприятие выпускает и другую продукцию, например мороженое, запеканки, десерты. Конечно нам не удалось все этапы эти увидеть. Но мы увидели основной этап производства продукции под названием сырки, которые очень популярны, которые востребованы в торговых сетях. Их покупают все жители Московской области как минимум. Популяризовать свою деятельность предприятию помогает местный музей. Прямо около его входа гости могут познакомиться по сути с живыми талисманами производственного процесса. Уже внутри музея сотрудники рассказывают об истории предприятия, углубляясь в самые основы. Здесь можно узнать, как зарождалась технология добычи молока и с какими трудностями приходилось сталкиваться. Познавательная часть экскурсии сменяется уже интерактивной. Там желающие могут попробовать изготовить собственный продукт. Музей и само предприятие пользуются большой популярностью у школьников. В день сюда приезжает до 10 экскурсионных групп с разных уголков Подмосковья. Например, сегодня здесь учащиеся из Щелково. Своими руками они могут попробовать изготовить питьевой йогурт или даже подоить корову. Мне больше всего понравилось, если честно, все. Все это здание и даже маленькие коровки, которые на улице. Они очень прикольные. Мне больше всего понравилось, как показывали видео. Мы сидели на подушках, нам рассказывали о яках, коровах, сколько они против, жира. Мне очень понравилось и моим детям, вы, наверное, это видите, по их эмоциям. Мне понравилось тоже здесь постоянная смена деятельности. От интерактива до лекций. То есть дети мои не скучают. Руководство предприятия отмечает, что им удается справляться с проблемами вокруг сырья, которые возникли на фоне санкций. При поддержке администрации округа и правительства Московской области бизнес успешно развивается. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа.